Медицина – одна из самых импортозависимых сфер российской экономики. Цены на зарубежные препараты, привязанные к курсу валют, санкции и остановленная логистика. Все это затрудняет доставку медикаментов и комплектующих для медоборудования из-за границы. Об этом говорят российские врачи. Особенно эта проблема видна сейчас и будет видна в ближайшие месяцы. Она связана с тем, что для того, чтобы что-то физически ввести в страну, нужно, чтобы нечто, перевозящее это, въехало сюда. Большинство транспортных хабов, которые, скажем, возят медицинскую расходку, они находятся в Европе. Врачи признаются, им сложно оставаться патриотами России, когда оборудование, которым они пользовались, вышло из строя, и они не могут помочь пациентам, нуждающимся в операциях с использованием зарубежной аппаратуры. Когда кто-то апеллирует сейчас к врачам и говорит, ну вы должны быть, скажем, патриотами, должны ратовать за российское производство. Когда я в операционной, я не желаю быть ни патриотом, ни антипатриотом, никем. Мне нужно только то, чтобы то, что я держу в руках, помогало пациентам, нашим согражданам, как бы это ни прозвучало пафосно. И я рассчитываю на то, что каким-то образом государство, раз все так вышло, ну вот как-то тогда обеспечьте меня этим, чтобы я хоть свои клятвы не нарушал. Плачевная ситуация с фармпрепаратами и мизерная зарплата медперсонала вызывают у медиков протестное настроение. Дешевое лекарство, которое стоимость ниже 100 рублей, на сегодня все меньше и меньше предлагается на рынке, потому что предварителям просто невыгодно. Или их нерентабельно. Или надо поднимать цену, или просто прекращать производство. И это сильно бьет, на самом деле, по карману каждого пациента. И при этом еще, если мы говорим о отрасли, в некоторых регионах, которые ближе к Украине, у них сейчас нехватка, у них сократилось количество медицинских работников. У них есть регионы, в которых есть сейчас забастовки регулярные. В некоторых на скорой итальянские забастовки. Деградация медицинской сферы началась в России еще до 24 февраля, уверена экс-министр здравоохранения Украины Заряна Скалецкая. Чиновников отрасли практически каждый день ловят на взятках. А влияние санкций лишь усиливает дефицит рабочих рук. Получить качественную медицинскую помощь в стране становится все проблематичнее. Если мы говорим о том, что медицинская отрасль в первую очередь это не про бизнес, не про деньги, не про РНМ, политиков, а про жизнь людей, то жизнь людей на сегодня все больше и больше в угрозе и риске. При этом врачи, которые пришли в отрасль работы для того, чтобы нести добро людям, они сейчас, много у них опускаются руки, потому что понимают, что у них нет даже ресурсов. И где-то у них в руках начала 20 века, наверное, получаются инструменты и препараты. Еще одна проблема – повышение квалификации врачей из РФ. Практикующие медики привыкли общаться со своими коллегами из-за рубежа, ездить на курсы. Но теперь западное медицинское сообщество, особенно для молодых врачей, будет закрыто. Если это реально ученый, который очень долго, много лет, десятилетиями был в контакте с другими учебными, научными кругами за границей, тогда еще может быть контакт. Но новые, особенно новые, создаваться контакты, новые какие-то исследовательские программы, их нет. И на самом деле никто не собирается их создавать и выделять на это финансирование. Наталья Белокуда и Евгений Кармазин. Специально для информационного марафона «Фридом» телеканала Юэй.